Все-таки иногда экологию у нас чуть-чуть контролирует. Вот в новостях увидел, что на сайте Геофизической обсерватории имени Бориса Стрезневского есть данные по Украине, можно их скачать. Вот тут файлы есть. И загрязнение атмосферного воздуха и воды. И что удивляет, по Херсону у нас ничего не работает фактически. А по диоксиду азота, смотрите, у нас больше, чем в других городах. В Николаеве вон насколько меньше. Ну каждый сможет по своему городу посмотреть. И вот еще фенола достаточно в Херсоне. Формальдегида правда меньше, в Николаеве, в Одессе больше. Ну что это такое с этой экологией? Непонятно почему так получается. Я под видео оставлю ссылку на этот сайт. Захотите, скачайте. И вот комплексный, смотрите, есть файл по городам. И плюс дополнительно у них вот в ихнем файле по оксиду азота тут вообще только один Херсон по Украине. 1,8 в сводной таблице. По диоксиду азота тоже Херсон вот попадает в худшие города. А это максимальная разовая концентрация, которая была зафиксирована, вторая колонка. Так что, можете, кого интересует, и лиман, который там возле впадает в речку, тоже грязный у нас. Непонятно, что это такое. Тут сводные таблицы, смотрите, но что у нас работает, что... Так получается. Может, морпорт с этими азотными удобрениями перегружает, и воздух все идет, а мы дышим и травимся. А что мы имеем с этого морпорта? Сколько налогов он платит в город? Тут надо всем разбираться, смотреть, откуда это загрязнение получилось у нас. Ну и каждый посмотрите по своему городу, области, и разбирайтесь, кто засоряет. А то, что получается. Они засорили тут, загрязнили природу, вовшары вывели деньги, металлургические эти все предприятия и шахты. Мы тут здоровье свое гробим, а прибыль вся ушла за рубеж. А мы с этого ничего не получили. Ни медицины, ни образования, ничего бесплатного. Так что надо разбираться всем в этом вопросе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok